Практически вся западная группа районов задействована в проведении этого мероприятия. И так как мы его проводим уже в восьмой раз, поначалу только Назарова принимала артистов и радовалась такому событию. Сейчас сразу четыре города, и мне кажется, что это очень здорово, потому что все уже ждут. Во-первых, мы очень тщательно всегда отбираем, приглашаем артистов. Обязательно среди тех гостей, которые к нам приезжают, несколько народных артистов, заслуженные артисты России. Обязательно молодежь присутствует, вот как сейчас мы видели, что и Татьяна Абрамова, например, приехала Иван Заматаев. Они представляют молодое поколение. Поэтому важно соблюдать такой баланс, чтобы все аудитории, так как мы уделяем внимание и молодежной программе, и программе для людей, которые ждут воспоминания о тех фильмах, которые фильмами их молодости являются и так далее. Мне кажется, что у нас получается, программа расширяется, и она становится еще и творческой, потому что в прошлом году пробовали кинолабораторию сделать, да, сейчас тоже можно попробовать свои силы творческие. Кто знает, может быть, именно здесь, на кинофоруме имени Марины Алексеевны, родятся новые звезды, новые имена. По крайней мере, я была бы этому очень счастлива. Я рада, что... Вы уже обозначили, что в сентябре все-таки лучше, чем октябрь. Вы это всерьез? Да, на самом деле всерьез, мы с Николаем Николаевичем обсудили, с Сергеем Ивановичем, который сегодня день рождения празднует. Так уж получилось, что действительно сентябрь наиболее благоприятное время, оно благоприятно для артистов, у которых открываются творческие сезоны. Оно благоприятно в Сибири, когда еще снег не пошел, и мы не замерзли при открытии звезды. И артисты, самое главное, которые зачастую впервые у нас в гостях, все-таки хочется их поражать природой. И они сейчас ее могут в полной мере увидеть, полюбоваться, и многие из них впечатлены, конечно же, хотят здесь остаться, может быть, побыть туристами. Скажите, пожалуйста, мне почему-то кажется, что когда был первый, второй или третий форум, и когда говорили, что мы поедем в город Назарова, ну, далеко не каждый московский житель вообще, в принципе, представлял, где это. Сейчас ситуация в столице меняется? Ситуация меняется, конечно, потому что Сибирь, она, с одной стороны, терра инкогнито, с другой стороны, Сибирь порождает такие потрясающие имена, как Виктор Петрович Астафьев, Дмитрий Хворостовский, Василий Иванович Суриков. Поэтому, мне кажется, мы начинаем открываться миру. Надеюсь, что он будет ответен по отношению к нам. Продолжение следует...